Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на канале Голос Силиконовой Долины Светлана Портнова. И сегодня мы поговорим немножечко об общении. Об общении вообще и немножечко коснемся общения в эмиграции, потому что это вопрос очень важный и совсем не такой простой, как кажется. Мы с детства привыкли, что нас окружают друзья. Какие-то друзья поближе, какие-то друзья подальше, не такие близкие друзья. Мы с детства не задумывались, потому что эти друзья как бы по жизни люди, с которыми нам приятно проводить время, с которыми у нас общие интересы, они каким-то образом всегда находятся рядом с нами. И если нам приятно это общение, то мы стараемся поддерживать эту дружбу и не давать ей заглохнуть в случае, если переезжаем в какие-то другие места и так далее. За свою жизнь человек накапливает, во всяком случае у нас так было, да, и буду говорить только о своем опыте. Накапливает друзей свою жизнь сначала в детском саду, потом в школе, потом в институте, потом на работе. И это было очень типично, что нас окружали друзья из разных, скажем, возрастных прослоек нашей жизни. Это были наши ровесники, но мы их приобретали в разные моменты своей жизни. Это были друзья, проверенные годами общения. Нам было с ними приятно проводить время. И это были действительно близкие люди, с которыми мы могли поделиться каким-то, ну, чем-то таким сокровенным. Когда попадаешь в иммиграцию, то первое, что... Нет, я неправильно говорю, нужно начать еще до иммиграции. В 90-е годы люди начали уезжать из страны. И мы потеряли таким образом довольно большое количество близких людей, с которыми мы долгие годы поддерживали хорошие добрые отношения, с которыми у нас были свои какие-то... свои особенные отношения. И вот эти люди уехали. В 80-е годы открыли выезды страны, и люди стали уезжать один за другим. И мы помним период, когда из записной книжки просто вычеркивались целые, ну, целые десятки фамилий. И ощущалась очень остро пустота вокруг. Уезжали близкие люди, и ощущалось, что нету больше некому обратиться. Но жизнь продолжается. И даже в условиях отсутствия вот наших непосредственных друзей тогда не было интернета, и связь с ними была, ну, практически нереальная. Если они писали письма, то писали письма только своим близким родственникам, а к нам эти письма попадали уже через этих родственников. И так уж получалось, что мы начинали дружить с родственниками уехавших друзей. И мы с Михаилом очень любили так посмеяться над этим. Мы говорили, что вот есть такое ощущение, что идут вот, идет колонна, да, все плечом к плечу, это все колонна, например, друзей. Но вдруг люди стали уезжать, и в этой колонне стали образовываться бреши, пустые места. Во всяком случае, такой зрительный образ у меня рождался. И вот на место этих пустых мест становились новые люди. Это были друзья уехавших, родственники уехавших друзей. Они заполняли это пустое пространство, и мы, значит, продолжали общаться с ними вот в таком же русле, в котором общались с их непосредственными родственниками. Но когда попадаешь в эмиграцию, кроме своих собственных родственников и, может быть, некоторых друзей из прошлой жизни, у тебя здесь находится какой-то вакуум, несмотря на то, что русскоязычных людей здесь довольно много. Есть эмиграция разных лет, есть русскоязычная эмиграция начала века, которая приехала из Харбин, была эмиграция 70-х годов, когда выпускали, была эмиграция 80-х годов, когда выпускали, вот наша эмиграция 90-х годов. В эмиграции очень остро ощущаешь недостаток общения, поскольку это в первую очередь желание поделиться своими эмоциями, потому что эмоции в первый момент они переполняют, и очень много чего не знаешь, и хочешь встретить людей, которые могут что-то объяснить, что-то подсказать, что-то помочь понять и так далее. Поэтому начинаешь смотреть вокруг и смотреть на этих людей, с кем бы можно было полноценно общаться. И в этом смысле мне хотелось бы сказать, что общение в целом, да и всегда в зрелом возрасте, я не говорю о детях и о подростках, там немножко другие механизмы, а во зрелом возрасте, когда люди уже достаточно взрослые, общение происходит по интересам. То есть если у людей объединяют какие-то общие интересы, например, они приехали в страну примерно в одно время, у них одни и те же бытовые проблемы, они как бы говорят на одном языке, и им друг с другом удобно и приятно общаться. А если же таких точек соприкосновения нету, то это общение быстро сходит на нет. Мы пытались, когда приехали, дружить с американцами, и почвой для такой дружбы было наличие детей определенного возраста. Это были, как правило, родители детей, одноклассников нашей дочери. Мы с ними общались очень мило, да, у нас была школьная тема, но больше как на школьную тему поговорить, нам было совершенно не о чем. Вот это вот наличие общих интересов, оно ограничилось одной темой, поэтому эта дружба не состоялась именно как дружба на более широкой основе. По мере того, как мы адаптировались в этой стране, у людей появлялись разные интересы. Кто-то раньше устроился на работу и как-то обустроился, у кого-то были какие-то проблемы, у него не так быстро получилось, или он ушел в какую-то другую область. Кто-то решил вместо того, чтобы устраиваться на работу, например, родить детей. И, соответственно, интересы даже у приехавших в один период, казалось бы, общие поначалу, они стали рассеиваться. И поэтому приехавшие люди, они переставали друг с другом общаться в силу разных обстоятельств. Кто-то становился другому неинтересен, уходили общие точки пересечения, и люди расходились. Более того, когда эмиграция уже не была такой массовой, просто количество людей, которые приезжают, одно время резко сократилось. Люди просто приезжали и как-то не знали, где найти приятных людей. Ведь это же тоже вопрос. Мало иметь общую тему для разговора, надо, чтобы тебе человек был близок и симпатичен, чтобы тебе еще и еще приходилось с ним встречаться и проводить время. В этом смысле у нас было несколько очень смешных историй, связанных с тем, что мы пытались как-то объединить и подружить людей, которые приехали в эмиграцию, причем в разные годы. Мы для этих целей устраивали такие праздники, партии такие устраивали. Мы снимали помещение, это был потлаг, то есть люди приносили с собой еду. Ну вот мы решили собирать такие праздничные партии для того, чтобы люди в эмиграции имели возможность перезнакомиться друг с другом и создать какие-то более, может быть, тесные какие-то кружки общения. И на самом деле опыт показал, что очень многие вновь приехавшие эмигранты, они познакомились друг с другом, нашли там себе друзей на долгие годы. То есть в этом смысле наша миссия была успешна. Я хочу рассказать одну смешную историю, которая произошла, поскольку это был потлаг, то есть люди приносили с собой еду из дома, и в основном они привозили выпивку из дома, покупали в магазине, привозили, очень много было вина, гораздо больше, чем еды. И наши постсоветские граждане так любят приложиться и любят выпить. Что касается меня, я вообще никогда не пью. Ну максимум я могу один глоток вина сделать за вечер, а крепкие напитки я вообще никогда не пробовала даже. Но мы устраивали эти партии. Таким образом у нас было несколько комнат в этом помещении, которое мы рентовали. В одной комнате были танцы. У нас был диск-жокей, который делал танцы, делал музыку для танцев. А в другой комнате мы устанавливали караоке. И люди, которые уже натанцевались, у них уже больше не было сил, наелись, напились. Они приходили в другую комнату, и там уже люди пели и, в общем, духарились как могли. Ко мне подходит одна женщина, такая явно подвыпившая. И после танцев подходит ко мне с бокалом вина. Она подходит ко мне, а я сидела и как бы устанавливала эти караоке и заведовала там выбором песен и так далее, и так далее, потому что сама очень люблю петь. А она ко мне подходит и говорит, пей. Я говорю, я же не пью. Она говорит, что, совсем не пьешь? Я говорю, нет, совсем не пью. Она говорит, а что ты тогда поешь? То есть у людей даже ассоциация с тем, что можно петь, абсолютно иметь общение, не связанное с алкоголем, даже совершенно как-то отсутствует, что можно петь песни и иметь хорошее настроение без того, чтобы выпить предварительно. Ну, это такое отступление лирическое. Да, так вот, если речь не идет о том, чтобы иметь хорошую компанию для того, чтобы выпивать, поскольку мы, я не пью совсем, Миша мало пьет, а хочется вот именно какого-то душевного и духовного общения, то найти себе друзей – это не так просто. Остались какие-то у нас друзья и знакомые еще по нашей прежней жизни, которые здесь находятся. Нашли мы себе каких-то друзей, но в принципе это на самом деле большая работа – найти себе друзей, которые вот с тобой, что называется, на одной волне. И в этой связи мне хотелось бы сказать, что для того, чтобы найти этих друзей, нужно понимать, что это работа. Эта работа состоит в том, чтобы встречаться с людьми, проводить с ними время и все время слушать себя, слушать себя, слушать людей вокруг и пытаться понять, кто из этих людей тебе более интересен, есть больше совместных каких-то интересов, разговоров и так далее, и так далее. Иногда бывает, что вот встречаешься с человеком, все, понимаешь, это твой человек, и тебе с ним интересно, и ты не устаешь просто с ним разговаривать. А бывает, какая-то натянутость возникает, вот-вот нету клика, нету взаимности, утомление наступает от этих людей. И понятно, что если, например, живя вот в стороне своего происхождения, ты накапливал этих друзей всю свою жизнь, то во взрелом возрасте это не так легко сделать, потому что более критично, да, люди менее терпимы друг к другу, и у них не было того общего багажа, с которым они росли вместе, они приехали из разных городов, они приехали из разных мест, это может быть социально разный уровень, и у них понятия жизни совсем другие, и, в общем-то, на старости лет не хочется никому ничего доказывать. И, кроме того, даже если в условиях России все-таки выборка значительно людей, которые находятся вокруг тебя, значительно выше, это и коллеги по работе, и, там, может быть, родители детей, и как-то так, а здесь в эмиграции это все гораздо сложнее, то есть сама выборка людей, из кого можно искать потенциальных друзей, душевно-духовных, она значительно меньше, и поэтому эта задача усложняется. Я это говорю для тех, кто, в принципе, рассматривает возможность эмиграции. Я хочу просто, чтобы люди понимали, что такая проблема есть, и что над этим придется отдельно работать. Это не проблема первоочередная, когда только приезжаешь, просто не до того, чтобы искать друзей. Есть более важные и актуальные проблемы, связанные с обустройством на новом месте, с поиском работы, с занятием детьми и так далее, но когда по прошествии какого-то времени, когда жизнь более-менее устаканилась, и ты понимаешь, что тебе совершенно необходимо это общение, это отдельная задача, и ей нужно заниматься. Она не то, что нерешаемая, она, конечно, решаемая, потому что кто ищет, тот всегда найдет, но нужно понимать, что придется потратить какие-то усилия, и сделать себе комфортную обстановку вокруг себя, чтобы всегда были люди, с которыми приятно провести время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok